Новый парк в Дашково-Песочной сегодня официально откроют для горожан. Проект для Рязани новый застройщик, который рядом возводит торговый центр, взял на себя обременение и создал облагороженную парковую зону. Что получилось и чего не хватило, смотрите в следующем сюжете. Этот участок в Дашково-Песочной пример того, как территория не используется. Заросли и канавы, и это при том, что часть зеленых насаждений отдана под торговые площади. Но обременения не было, и предприниматели не удосужились привести территорию в порядок. А всего лишь через дорогу иллюстрация того, как можно было бы благоустроить зеленую зону. Замысловатые горки, добротные качели и современные турники. Строители решили, что пластик безопаснее металла. Теперь яркие краски радуют детский глаз. Елизавета рассказывает, раньше с трехгадовалой Катей садились в автомобиль, чтобы отыскать подходящую зону отдыха. Теперь на прогулку приходят сюда. Очень необходимо, особенно в нашем районе. Спортивная зона на территории парка. Альтернатива тренажерным залам и фитнес-клубам. Силовые и велоснаряды, а рядом огороженная площадка. При желании здесь можно будет устраивать баскетбольные и волейбольные матчи. И даже проводить теннисные сеты. А аллеи теперь приютили любителей велоспорта. Специальные дорожки для тех, кто не может себе представить жизни без роликов. Настоящей изюминкой этого парка стал каскад прудов. Водоемы на этой территории были и раньше, но их прежнее состояние было, мягко говоря, удручающим. Этот парк действительно во многом стремится к европейскому уровню. Здесь, на территории, о чудо, многочисленные мусорные урны. А значит отдых для горожан обещает стать не только комфортным, но и по-настоящему чистым. Для Павла и Влады парк стал символом любви. Когда начиналось строительство на этом пустыре, молодые люди были в самом начале строительства собственных отношений. Теперь каждый день приходят сюда на романтические свидания. Судьба русская, конечно, потому что познакомились, теперь гуляем и получаем полное удовольствие. Здесь классная атмосфера, много тоже достаточно молодых людей. Здесь такая тихая, в меру тихая территория. А так выглядел парк год назад. Бурелом, грязь. Здесь не только не хотелось гулять. Жители района старались этот заросший пустырь обходить стороной. При этом, когда появилась первая техника, местные жители заволновались, что зеленые гектары отдадут под очередной супермаркет. Собственно, территорию и продали. Но на инвестора было возложено обременение. В итоге, несколько десятков миллионов рублей он вложил в организацию парковой зоны. Теперь на огромной территории торговая точка соседствует с зоной отдыха. Компромисс помог избежать народного недовольства. Максим Ларин, Юрий Косоротов, Вести, Рязань.